Чемпионат Европы 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 была Италия. Мы встречались с этой командой на прошлом турнире в Берлине в финале и уступили им, к сожалению. Но в этот раз в предварительных кругах у нас сначала мы набрали равное количество баллов, и у нас была, так сказать, переигровка. И между нашей командой и командой Италии выбирали финалистов. И с отрывом, по-моему, в полтора балла мы оказались в финале. Есть к чему стремиться? То есть вы уже много сделали, много медалей выиграли, но все равно же должны быть какие-то цели. Ну, на самом деле, не так уж и мы много медалей выиграли. Самый важный для нас турнир это чемпионат Европы и чемпионат мира. Также мы хотели бы очень сильно выполнить МСМК, это мастер спорта международного класса. Вот ребята, например, в том году у них получилось, они заняли второе место на чемпионате Европы, и у них новое звание теперь. У нас сейчас эта цель самая важная, наверное. В этом году ВКФ внесла изменения в правила соревнований. Расскажите, как тренер? Эти изменения как-то сказались на подготовке и на самом выступлении? Да, знаете, готовились по новым правилам, уже старались, по крайней мере, готовиться по новым правилам. И по результатам турнира можно сказать следующее, что новые правила, они оказались нам на руку. Потому что, мне кажется, это более объективное судейство, когда по баллам происходит. Приблизительно так же, как в фигурном катании, там, дружки в воду. Сильнейшие, оказывается, на пьеде стали. То есть мы проигрывали итальянкам, несколько раз с ним встречались, в том числе и в финале, проигрывали с разгромным счетом. Сейчас на этих соревнованиях первый раз у нас с ними была ничья, и создали прецедент. То есть по новым правилам, по старым правилам, раньше это было невозможно. То есть пять судей, пять флажков, то есть я просто по ничья, по определению, была невозможна. То есть судьи выражали, отдавали свои голоса, либо счет 3-2, либо 5-0. А сейчас по баллам. И так получилось, что по баллам одинаковое количество с итальянками. Создали прецедент, переигровка. То есть в переигровке мы обошли почти в целый балл. То есть таким образом они открыли нам дорогу финала, в финале очень сильные соперницы у нас были. Иран тоже у них никогда не выигрывали. До этого. И в полтора балла. То есть там не 0,2, шаг 0,2, а мы обошли практически в полтора балла. Я знаю, что в этом году ВКФ внесла изменения в правила. Изменения помешали вам или все-таки сыграли на руку? На самом деле пока немножко не поняли, потому что это первый опыт, первое соревнование с новыми правилами. Некоторым спортсменам они не понравились, некоторым понравились. Мне понравились, потому что нету судей на площадке, больше места и никто не смущает. Как оцените выступление вашей команды? На этом этапе парни остались без медалей. Неожиданно для вас? Да, вообще было удивительное просто выступление, честно говоря. готовились, готовились точно так же, как и девочки. Если сказать так, что кто-то сочковал, все были на сборах, в том числе и под моим руководством. Удивительное дело, пять потерь равновесия. Обычно так, одна потеря равновесия, одна потеря равновесия, и выиграть, но считать, что невозможно. А здесь было пять, то есть мы не вышли даже из-под группы на определенном этапе. Поэтому, ну, баллы достаточно были все равно высокие, несмотря на эти пять потерь. Но это тоже для меня было удивительно. Думал, вообще там не наберем никаких баллов. Тем не менее, седьмое место. Ну, я считаю, что это проваленное выступление. Какой следующий турнир? Когда и где будете готовиться? Через пару дней уезжаем в Парамоново на базу. Там будет подготовка к соревнованиям, которые также называются «Карата-1» премьер-лига и проходить не будут в Дубае. Совет вашего тренера, который всегда вам помогает? Верить в себя. Однозначно. Это всегда помогает. Назовите три причины заниматься «Карата». Наверное, одна из главных причин это быть всегда в хорошей физической форме. Конечно, это прекрасное хобби. И неплохой заработок. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok